В Тверском областном суде вынесен обвинительный приговор в отношении двух жителей Московской области. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении организации и убийства по найму, а также перевозке огнестрельного оружия. 28 сентября 2019 года в Калязине был убит житель Московской области, занимавшийся грузоперевозкой. В него произведено не менее 15 выстрелов из пистолета-пулемета «Скорпион», в результате чего он получил множественные огнестрельные ранения, от которых скончался на месте. Кто же был потерпевший, если с ним так жестоко расправились? В ходе расследования установлено, что погибший ранее являлся сотрудником милиции, работал в ГАИ и в 2000 году участвовал в разбойном нападении. В серии этих разбоев одним из потерпевших, у которого отобрали машину, был криминальный авторитет из Подмосковья. В нашей истории он выступал заказчиком убийства. События, с которых все началось, стали происходить в 2000 году, когда наш погибший с самими другими милициями совершил разбойное нападение. После этого отбыл наказание все освободители с места лишения свободы. Именно с этого момента и была организована слежка исполнительного убийства за участниками разбойного нападения. В том числе слежка осуществлялась по местам расположения исправительных учреждений, с которых освобождались эти люди. На одной из видеозаписей фиксируется, как один из участников разбойного нападения выходит из исправительной колонии. И осуществляется видеосъемка. Экспертиза установила, что на видеосъемке имеется голос лица, который совершил непосредственно убийство нашего потерпевшего. Заказчику было мало, что его обидчик отбыл наказание за содеянное. Он решил разобраться с ним сам, наняв знакомого киллера. Тот очень длительного времени следил по месту жительства, по месту работы, следил за передвижениями потерпевшего на автотранспорте, на котором тот передвигался. И, улучив момент 28 сентября 2019 года, прибыл за потерпевшим на территории города Калязино, где, улучив возможность, произвел выстрелы из пистолета-пулемета «Скорпион». Раскрытие преступления, совершенного в условиях неочевидности, вызвало широкий общественный резонанс. В тесном взаимодействии работали следователи Следственного комитета, оперативники регионального управления уголовного розыска и УГРО МВД России. В результате комплекса следственных действий оперативно-расследственных мероприятий сначала было установлено исполнительное преступление, впоследствии следственным и оперативным путем была установлена причастность к совершенному преступлению организатора преступления, также гражданина Московской области, который имел криминальный авторитет Московской области. И оба лица были задержаны, арестованы, уголовное дело направлено в суд. Коллегия присяжных первого рассмотрения дела посчитала вину заказчика недоказанной. Криминального авторитета освободили в зале суда. Решение суда было обжаловано. В ходе нового рассмотрения уголовного дела коллегия присяжных заседателей признала обоих виновными, не заслуживающими снисхождения. И после внесения вердикта оба подсудимых, ранее не признававших вину вообще, в том числе слежение за потерпевшим и его убийство, изменили показания. Исполнитель сказал, да, убил, но не по заказу. А организатор преступления тоже отрицал факт заказа. Суд учел эти показания и в результате 12 мая назначил исполнителю 15 лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион 100 тысяч рублей в пользу потерпевшей дочери убитого. Заказчик получил 14 лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей. Отбывать наказание преступники будут в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.